В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. И дожди не помогают. Уровень воды в реке вновь упал из-за неисправности плотины. Исследователи аномального. 2 июля – Всемирный день НЛО или День уфолога. ИКАР-2007 против спортивной школы номер 4 из Арзамасского района. Продолжаются игры первенства Нижегородской области по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Уровень реки в Сарове вновь упал из-за неисправности плотины. Это привело, в свою очередь, к тому, что река вновь зацвела. Городские власти пытались решить проблему. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» в прошлом году Саров получил 40 миллионов на очистку русла Сатиса. Деньги потратили, работы провели. Но результата это не дало. Почему так произошло, разбиралась наша съемочная группа. Уровень реки вновь упал. Такую картину горожане наблюдают каждое лето. И каждый раз ситуация вполне прогнозируемая. Уровень воды падает из-за неисправности плотины. Цель любой плотины – регулировать уровень водоемов. Когда она исправна и ее правильно обслуживают, проблем с уровнем не возникает. Регулируя затвор, можно обеспечивать необходимое состояние реки. Но плотина в Сарове явно неисправна. Ее затвор не плотно прилегает снизу. Из-за этого она течет. Низкий уровень воды привел к тому, что река вновь зацвела. На эту проблему горожане жаловались долгие годы. И в прошлом, казалось, ее удалось решить. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» Саров получил 40 миллионов рублей на очистку русла Сатиса. Деньги потратили, работы провели. Результат, что называется, налицо. Как нам сообщили в департаменте городского хозяйства, ремонт плотины запланирован на ближайшее время. И, возможно, уровень реки вернется в норму. Но проблему с цветением это уже не решит. Русло вновь нужно чистить. Вот только вряд ли можно с одним объектом дважды участвовать в одном нацпроекте. А в местной казне денег на подобные работы попросту нет. Будем следить за тем, как развивается ситуация. Потепление прогнозируют синоптики на этой неделе. Купальный сезон в самом разгаре. В Сарове оборудовано два пляжа для отдыха. На озере Протяжном и на пруду Боровом на участках, огороженных бойками. В остальных водоемах города купаться запрещено. 38 человек утонули в водоемах региона с начала года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди погибших трое детей 35 человек спасены. Все трагические случаи произошли на необорудованных пляжах. И, как правило, жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения. Купаться можно только в оборудованных для этого местах. На территории города Сарова в соответствии с постановлением администрации определено два места купания. Это пруд Боровой и пруд Протяжка в пределах, ограниченных бойками. Обращаю ваше внимание. Во всех других местах, на любых других водных объектах нашего города и даже на Протяжке и Боровом, но в других местах, где нет бойков, купание у нас запрещено. Обычно в таких местах устанавливают знаки купания запрещено. Но только сыровчане их часто срезают, рассказала Инна Родина. Однако отсутствие такого знака не снимает ответственности с любителей окунуться. Наказывают таких нарушителей рублем. Штраф от одной до трех тысяч. У нас есть решение Думы, в котором прописаны запреты. Поэтому и там один из запретов – купание в необорудованных местах. Запрещено купаться, запрещено в места, где выставлены запрещающие знаки. То есть все это, если комиссия приходит и имеет право составить протокол. Который дальше направляется в мировом суде для рассмотрения. К обеспечению безопасности на Саровских пляжах подходят ответственно. В начале сезона водолазы обследуют дно. Общее состояние воды и зону отдыха инспектирует специальная компенсия. А Межрегиональное управление номер 50 ФМБ России регулярно берет воду для анализа. Последние показатели из двух водоемов – озера Протяжного и пруда Борового – удовлетворительные. Также на пляже дежурят спасатели. Там стоит медицинский пост, спасательный пост. На протяжении всего, скажем, светлого периода дня там дежурят спасатели и медсестры, к которым горожане могут обратиться за любой помощью или поддержкой. Там поранились каким-то образом или еще что-то. То есть там у нас все как бы с точки зрения безопасности все обеспечено. Спасатели поправляют буйки, лодки у каждого имеются, спасательные круги, жилеты и так далее. То есть все для безопасности наших любимых гаража. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. 1 июля исполняющей обязанности директора предприятия назначена Наталья Ваганова. Наталья Николаевна окончила Московский инженерно-строительный институт в специализации водоснабжения и канализации, квалификация инженер-строитель в МУП «Горводоканал» с 1996 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Изымать домашних животных за жестокое обращение предложили депутаты Госдумы. Штрафы, предусмотренные действующим законодательством, могут быть недостаточными для изменения отношения хозяина к питомцу, считают народные избранники. Конфискация животного, в свою очередь, может быть эффективным инструментом для защиты животных и предотвращения дальнейшего жестокого обращения. Потепление до плюс 30 градусов ожидает нижегородцев в июле. Жаркими будут 5-7 дней месяца. Об этом рассказали в гидрометцентре. Середина лета будет действительно теплой. Столбики термометра в днем будут достигать плюс 22, плюс 27 градусов, а ночью плюс 15 градусов. Также в июле ожидаются частые кратковременные дожди и ливни. Первых магистров выпустил филиал МГУ. В Сарове часть выпускников отправятся на предприятие Росатома. Другие продолжат карьеру в организациях Национального центра физики и математики, проводя исследования по приоритетным направлениям. От искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии, сообщает пресс-служба НЦФМ. В честь первого выпуска магистранты высадили яблоневую аллею. Яблони выбраны не случайно. Многие ученые мира вдохновлялись их плодами, открывая новые законы природы. В ходе праздничной церемонии выпускникам зачитали поздравительную телеграмму министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. По его словам, поколению исследователей, к которому относятся выпускники, предстоит совершить технологический прорыв. Поздравил выпускников и ректор Московского государственного университета. Впереди пора свершений. В нашем университете дают глубокие фундаментальные знания и наши выпускники, где бы они ни работали, неизменно отличаются интеллектом, талантом, кругозором, способностью порождать новые идеи, умением проводить глубокий анализ явлений и событий. И я уверен, вы проявите все лучшее, что обрели в наших стенах. Всемирный день НЛО или День уфолога отмечается ежегодно 2 июля. Это профессиональный праздник людей, занимающихся изучением паранормальных явлений и объектов, которым приписывается внеземное происхождение. Развито это направление и в нашем регионе. Об исследованиях НЛО в Нижегородской области мы поговорили с уфологом Константином Уточкиным. Про делки инопланетян или подземных цивилизаций и самые разные, порой совсем мистические версии исчезновения воды из Мохинского озера в городе Бор выдвигали эксперты. Так, исследователь паранормальных явлений заявил, что вода могла понадобиться представителям подземных цивилизаций для охлаждения реакторов их звездолетов. Однако реальность оказалась куда прозаичней. Во время благоустройства природное озеро решили перенести на 10 метров, но в итоге вода просто ушла. Пришлось наполнять водоем из городской системы водоснабжения. Но бывали в регионе и случаи, объяснений которым найти не смогли. Было обращение сбора, например, когда, например, зависало НЛО над жилыми домами и телевизоры переставали работать. То есть я считаю, это интересный случай. Когда не просто люди наблюдают, когда уже влияние на технику, это уже контакт второй стих. В Первомайском районе был очень интересный случай. Это когда ввели группу НЛО, чуть-чуть не попал через полстраны. И в итоге одно из них остановилось в Первомайском районе, и там был контакт пятой степени. То есть когда человек непосредственно контактировал с пилотами. Исследованием НЛО занимаются уфологи. Как оказалось, развито это направление и в нашем регионе. А именно у нас действует региональное отделение неакадемической общественной организации «Космопоиск». Его уфологи собирают необъяснимые случаи со всей области и дают свою экспертную оценку. Большинство из них вполне объяснимы. Сфотографируют у них отражения в линзах или что-то такое там. Заметили какой-нибудь коротокоптер. Бывает, что планету яркую иногда видят и думают, что это НЛО. Ну, всякие люди бывают. Но на самом деле есть сайт уфосети.org. И люди могут туда писать свои сообщения о наблюдениях. И лучше написать, скажем так, ошибочные сообщения, когда его всё равно рассмотрят, определят, что это. Чем, например, мы упустим какой-то реально интересный случай. Свои наблюдения или предположения по странным неопознанным объектам в небе можно отправлять в группу «Космопоиск ВКонтакте». Специалисты его рассмотрят и объяснят, что именно вы увидели в небе. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД остановили двух пьяных водителей и столько же без прав. Всего выявили 100 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Чем ещё запомнилась неделя сотрудникам госавтоинспекции, расскажем далее. Прошлая неделя была относительно спокойной, сообщают инспекторы ГИБДД. Стражи порядка зарегистрировали три ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. На Варламовской дороге произошла авария, в которой мужчина получил травму головы. Водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Тигуан» перед началом движения не уступил дорогу автомашине «Тойота», которая двигалась в прямом направлении. После этого произошло ДТП. Водитель автомашины «Тойота» получил небольшие телесные повреждения. Также сотрудники ГИБДД выявили восемь случаев превышения норм тренировки. По стандартам, передние и боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое – не менее 75%. Одного из нарушителей направили в суд. Он по ранее выданному требованию не устранил это условие и был доставлен в суд для статьи 19.3, где были применены к нему санкции в виде штрафа. Автоинспекторы провели профилактическую акцию «Лето – это маленькая жизнь». В этот сезон бдительность горожан снижается, что приводит к авариям на переходах. По итогам рейдов полицейские поймали 11 пешеходов, 7 велосипедистов и одного водителя, которые нарушили правила дорожного движения. 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. Это люди, которые круглосуточно несут нелёгкую службу и обеспечивают безопасность на дорогах. Периодически задерживаются, иногда рискуют. На работе, потому что с разными людьми приходится общаться. Всем хочется пожелать спокойствия, удачи, поменьше происшествий на работе и благополучия. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Футбольный матч между командами «Икары» и спортивной школы номер 4 Арзамасского района прошёл в рамках первенства Нижегородской области по футболу среди юношей 2007 года рождения. 9 футбольных команд играют по туровой системе. «Икаровцы» уже принимали на своём поле команды из Дзержинска и Нижнего Новгорода. Как прошла игра, узнала наша съёмочная группа. Первый тайм для игроков команды «Икар-2007» начался успешно. С начала матча футболисты атаковали и создавали опасные моменты у ворот противника. Но первый гол был всё-таки ворота «Саровчан». Ребятам удалось собраться и забить два гола в спортивной школе Арзамасского района. Соперник не остался в долгу и к концу первого тайма сравнял счёт на табло 2-2. Во втором тайме команде «Икара» повезло меньше. Во втором тайме мы начали прессинговать, мы катали, мы казались лучше. Также создавали моменты, много не реализовали, не хватило именно характера, чтобы бороться до конца. Из-за этого пропустили мяч, а там уже не забили. И проиграли важнейший матч в первом кругу. Градус эмоций чувствовался и на поле, и на скамьях запасных. Тренеры активно поддерживали своих игроков. В упорной борьбе не обошлось и без травм. Соперники забили ворота «Икара» ещё один гол. Но соровчане отыграться так и не смогли. К концу основного времени счёт на табло был 2-3. Соперник очень сильный, настрой боевой, ехали только за победой. Перед игрой у нас был соперником равное количество очков. Смогли выиграть, я очень рад. Команда была настроена. Недочёты есть всегда, никто не играет идеально, но мы будем стараться, чтобы исправить какие-то моменты и к следующей игре быть лучше готовы. Игра прошла в рамках первенства Нижегородской области по футболу среди юношей 2007 года рождения. 9 футбольных команд играют по туровой системе. Икаровцы уже принимали на своём поле команды из Дзержинска и Нижнего Новгорода. Выезжали и на другие площадки. Пока Саров занимает седьмую строчку общей турнирной таблицы. Здесь в туровой системе, играешь дома, в следующий тур играешь на выезде. Допустим, сейчас команда «Разамаск» к нам приехала, в втором круге мы уже поедем к ним. Будем у них играть. Надеемся, что возьмём реванш за такое обидное поражение. А так, да, много уже игр прошло. Достаточно. Сейчас будет большой перерыв. Следующая игра у команды «Икара-2007» будет в начале августа на выезде в Нижнем Новгороде. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА